Я был главным художником журнала «Кокодил» 17 лет, потом получил золотую медаль Академии художеств, ну не за эту книгу, наверное, но тем не менее, здесь моя дочка насчитала 14 кошечек и 15 собачек, а это вот еще одна моя книжка, так что вы тоже можете эту книгу там взять и посчитать, правда ли там столько кошечек и собачек. Вот, значит, спасибо большое, ну я надеюсь, что теперь выступят мои уважаемые друзья, я немножко затянул свою речь, так сказать, но здесь дело в том, что есть люди, которые книгу уже читали, вот, и есть люди, которые имеют свою точку зрения на нее, вот, ну я знаю, что Андрей Кустогаров, Юрий Косоговский, да? Ну я давай не первый. Ну хорошо, ладно. Пусть сначала похвалите, а потом я. Хорошо, Саш, может ты иди. Хорошо. Да, хорошо. Я даже начал бы с того, что мне мама, когда мне было 3,5 года, читала именно сказку о царе Салтане, причем книжка была, это был однотомник Пушкина, без начала и без конца, то есть уже зачитано было, не было первых 15 страниц, не было последних, и она открывала где-то середина книжку, и вот поэзия вливалась в мою душу, и помогла мне, может быть, потом тепло относиться и к Александру Сергеевичу, и самому делать какие-то опыты. А так, конечно, я назвал, вот скоро выйдет рецензия в журнале «Южное сияние», а после закрытия журнального зала, я думаю, что неизвестно, кто еще будет у нас новым миром, вот, и статья называется «Нестандартный пушкин». То есть для меня работа Юрия ценна тем, что он привлек наше внимание каким-то, оказалось бы, мелочам, на которые мы не обращали ранее внимания, а они оказываются очень важны. Например, там есть такая цифра, что Пушкин, когда поступал в царско-сельский лицей, делалось общее исследование талантливости человека, и он занял, какое бы вы думали, место среди 30 участников, 14-е место, и поэтому жил в 14-й комнате. Вот. А что интересно, когда он заканчивал, еще одно исследование произвели, и он был уже не 14-м, а 27-м. То есть мы видим то, что гениальному человеку не обязательно было быть универсально одаренным. То есть он мог иметь двойку по математике, и поэтому у него, кстати говоря, вот эта строчка, поверил алгебра и гармонию. То есть алгебра для него была словом ругательность. Ну и, конечно, важно, вот я тоже отметил этот случай с отцом, ссору, как переломный момент, и я еще проникся каким-то образом и позиции отца, почему он как бы предал, то есть это было не совсем предательство на самом деле, потому как отец понял, что кто-то должен будет следить за Александром, и взял эту ношу на себя, чтобы другое, не дай Бог, не проник и не навредил ему. Поэтому, с одной стороны, это было благородным, но, естественно, для порывистого, рожденного под двойным знаком близнецов Александра, это было... я тоже был молодым, и помню, как я тоже с мамой иногда жестко очень реагировал на какие-то такие заботы, и поэтому я могу понять и отца, но, естественно, Жуковский... Смотрите, как прекрасно он написал это письмо, каким замечательным слогом. Действительно, вот современный поэт, есть такой Ефим Першин, он написал такие стихи, «Мне Бог не дал проводника». То есть мы видим, что у Данте есть проводник, то есть тема проводника, и здесь интересно, что Жуковский не мыслится таким проводником Александра Сергеевича по жизни, который действительно во многом определил его судьбу, и не его вина, что в последний момент он не смог предотвратить гибель поэта. Все, спасибо. Спасибо большое, Саша.